Мошенничество продолжает развиваться со страшной силой. Корни его лежат в абсолютно невежественной школьной программе, тупой, дебильной, насквозь сотни тысячи непереводимых, незапоминаемых терминов, которые одному из тысячи бы пригодились, которые бы здоров, потом бы еще занялся генетикой. С нормальному человеку это в голове не укладывается, не укладывается, понимаете? Есть такие самочки вроде мне, но такой, по-моему, вообще один на всю сторону. Вы понимаете, если сейчас, вот этот фильм, 126 тысяч подписчиков, я ничего не выдумал, 126 тысяч подписчиков. И вот здесь выкладывается фильм, так, если было написано в фильме жанра фантастики или там еще что-то, вот. Но делается так, расчет на то, что вот специальная школьная биология плюс институтские, университетские и академическое знания, так, чтобы никто, никогда, ни один, даже не в них и не понял, но саженец купил. Что такое дерево мультифрукт? Внимание. Это надо, чтобы вот так вот каждого морду ткнуть, сказать, ребята, мошенники, а? На дереве яблоки висят рядом с персиками, на одном дереве. Вы понимаете? А как они подло работают? Я вынужден, пусть, знаете, вас не обманешь, ну как не обманешь? Будет когда-то не больше 400 просмотров, вот последние горькие, да. Но 100 человек из них, это наши, вот уже наши с вами элита, вот. Этих, конечно, не кинутся это покупать. Но даже среди моих читачей, глядачей, все равно из этих 400, 300, да, могут проглотить. Дерево мультифрукт. Яблоки, персики одновременно. Ладно, смотрите, как это делается. Вот. Внимание. Красивая картинка, согласны? Книга растений, надеяться, вам понравился сегодняшний рассказ. Всем добра, процветания. Вот. Готовьте деньги. Дурацки для мошенников. Вот как это называется. Вот когда, знаете как, я там дальше не стал. Вы думаете, ну ладно, 16 тысяч просмотров. Вот дальше идут что, вспоминаем. Дальше идут комментарии. Вы думаете, там написано про мошенников? Нет. Они взяли в команду к себе Ивана Владимировича Мичурина. Оказывается, он в свободное время от ремонта часов создавал новые сорта культур. Вот те самые мульти. Понимаете? То есть, они взяли его себе в союзники. А Мичурин на это персики на яблони хворачивал. Бербанк. Сам Бербанк. Гений Бербанк оказывается. Вы представляете? Да, разные сорта фруктов. Да. Конечно. А кто не грешит? Вот. До 10 сортов у Чернобаева. Кто не грешит? Внимание. Любопытно, что на самом деле идея мультифруктовой деревни так уж на вак, как кажется. Да, да. Смотрим дальше. Со временем и привой, и подвой срастаются. И вот уже яблони может иметь на себе ветки с персиками. Вот. Подвели к этому, да? А теперь вы эти саженцы мульти купите. И будете на яблони ждать. Вот. Вы представляете? До сих пор у нас были лидеры по мошенничеству. Например. Экодар. Потом его, правда, переименовали или там замаскировали. Семечко купишь у них. Посадил. Через 3 месяца в этом горшке будет расти там сейчас до 15 килограмм. Через 3 месяца, не года. Через до 15 килограмм фруктов. Я думаю, что уже все. Вершина лжи. Она уже настолько, ну как сказать. Ну, правда, говорят, поговорка-то знаменитая. Чем больше ложь, тем в нее больше верится. Но здесь-то похитрее. Там кто-то скажет, да, может, правда. Ну, они же продавали. Они панишок продавали. У них... Они несколько лет рекламировали. Значит, брали. Вот эта семечка, которая через 3 месяца даст им это. Урожай. Через 3 месяца. А за год 4 урожая. Вот. Вот так хочется вот так вот сделать. А у них вот так 4 урожая. Вот. Но эти переплюнули их по-своему. Потому что кто-то скажет, а почему вы правда на яблони першиками не расти, а? Ну, почему? Прекрасно дополняет дачный участок. Хорошо бы иметь такое дерево, на котором росло бы все. Все, пожалуйста, вот они. Видите? Ну, какая красотища. В 15-м году профессор... Сейчас, сейчас, сейчас. Давайте. Я вот это умудрился. Знаешь, что я умудрился сделать? Не прочитать. Сейчас. Я так возмущался. У меня так давление подскочило. Сейчас прочем про профессора. В 15-м году профессор Сиранью. Сираньюрского университета, расположенного в городе Сираньюрс, США. Сэм Ван Акен представил удивительнейшее чудо. А плодо... Так, 40 плодов на одном дереве. Ну, если вы думаете, что там на этом среде 40 сортов на одном дереве было, на яблони першики, то это... Я становлюсь эритроградом. Нет бы у них сказать, а вдруг, тут есть фамилия, тут есть дата, тут есть название университета. А вдруг, правда, першики на яблони? А вдруг чудо свершилось? Вот посмотрите, у меня есть гостевая книга. Интересно. Там такая дискуссия развернулась. Вы заметили, что я не лезу в эту дискуссию? Я знаю, что Мичурин с его гигантским опытом и терпением. У меня терпения нет, у меня свой путь. Почему? Самый простенький. Привил готовый результат. Мы еще об этом поговорим. А такой длинный путь не для меня. А у него, это самое, першики с детскими родственниками, ну, никак не хотели это, самое, стыковаться. Не опыляться никак. И вот получается, что профессор, вот он, все, пожалуйста. Но, я настолько электроград, что я даже и сам бы попробовать не пытался бы. И сказал бы, можно алучу, терн, абрикосы, персики, сливы. Все в одном флаконе сделать. Причем, сроднить их так ирегативно. И с помощью опыления. Это, потому что они все действительно родственники. Вот. Но ежа с ужом скрещивать я бы не стал. А почему я вам так долго про это говорю? Потому что никто не заметил и никогда не заметит. Потому что и купят этот саженец. Понимаете? Это вот со школы должно быть с молоком школьного учителя. Как вам сказать-то? Меня сад садить учитель учил. Вот с тех пор должно быть уже какие-то элементарные понятия. Тогда не будет мошенничества. Ведь миллиарды рублей из кармана вытягивают. А здесь конкретный пример. Я уже, знаете, сейчас мне бы немножко бы счастья, да? Вот, чтобы вот так вот взять. Зайти, например, в Яндекс. Вот он, Яндекс. Вот. Нет, это не Яндекс. Все, все, все. Это я ошибся. Вот он, Яндекс, да? Потому что здесь только я вот сюда вхожу и я нахожу свою фотографию. Ну, может быть, сейчас не повезет. Может быть. Может быть, может быть, может быть, может быть. Ну, вот. Но если я пять раз захожу, в те разы я вижу свою фотографию. Сейчас вам ее покажу. Поверьте. Да что там верить-то? Вы ее все видите. Она же это. Стала самая-самая привлекательная и самая востребованная, что ли. Смотрите. Вот она, да? Вот это есть моя фотография. Вот. И, естественно, назвав ее Сибиряк, означает автоматом, что, пожалуйста, покупайте, она у вас будет расти. И утеплять надо, ничего не надо. Вот. Видите? Ну, красотища. Ну, что тут скажешь-то? Годится. В средней полосе персиков практически нет. Вот то, что я вам показываю иногда в фотографии, это персик, как правило, один и тот же, хасанский. Да? Вот. И вот это вот, украв фотографию, вот она, смотрите. Это моя. Она? Она? Она. Вот. Это продолжается до бесконечности. И опять пустой номер. И опять пустой номер. А у меня там эта самая дискуссия идет, в каком плане? Мы можем либо продвинуть на север эти же самые персики. Вот. Посмотрите, зайдите в мою гостевую кипу, присоединяйтесь. Это не зря Латинков покойный, будучи живым, сказал, что самый интеллектуальный сайт это уже лежал. Вот. Еще одно чудо и чудес. Понимаете, человеку может понравиться иметь такую искусственную красоту. Берет Сиэк и пишет. Увидел за границей, как иностранцы украшают сад. Решил повторить. Получилось. Значит, человеку нужно было, я так понимаю, человеку просто нужно был фильм, нужно было лайки, нужно было все это просмотреть. Больше ничего ему не нужно было. Почему? Совершить такую большую работу по уничтожению дерева. Он-то не понимает. Смотрите. Он начинает вот эту яму облагораживать. Вы пока еще не видите, в каком состоянии основания штамбы. Сейчас увидите. И здесь еще не так видно. Вы представляете, вот это уже бетонная бордюра. Вот он по краям. Вот это уже идет запланение. Чем-то керамзитом, не знаю, не важно. Дальше бетонные работы продолжаются. А теперь посмотрите внимательно. Вот. Пожив в этой яме, полу-яме, вот это дерево уже фактически уничтожено. Я специально делаю крупнейший план. Внимание. Оно уже фактически уничтожено. Почему? Оно здесь стояло, оно было, это естественно, что это яма, оно и была яма. Так. Значит, здесь стояла вода, ночью замерзала, днем опять ночью. Большей части России, у нас есть даже, вот так называемый, подземный лед. То есть, у нас всегда там, этот самый, на большей части. Но даже в Европейской России, там, допустим, все равно зима, все равно снег. А снег, и все равно, хоть если даже, не метр, как в Сибири, промерзание почвы, а пусть даже 5 сантиметров, все равно будет стоять лужа. Дерево уже фактически уничтожено. Видите? Оно уже уничтожено. А человек еще только собирается его украшать. Дерево от этого только страшно. страшный вред будет. А вот я уже не знаю, кого я убеждаю. Вы уже, кажется, все подняли. Наконец-то готово. Сколько ему осталось жить? Вот что, идиот. А кто-то ведь захочет так делать. Потому что ему покажется красиво. Но не понимаю, что бетонирование и живое существо, они несомместимы. В лесу нет ни бетона, ничего нет. А для чего вот эта красота? Да в жизни бы вам не показывал бы. Чтобы как-то это... 300 тысяч просмотров. Вот бы мои фильмы так просматривали. Чем вот эта свертельная ловушка, чтобы... Ведь кто-то же... Ведь дальше, знаете, что идет? Спасибо. Ой, как здорово. Я обязательно сделаю. Вот. Расчет на дураков, которые лайки поставят. А плевать на то, что люди погубят. Тысячи деревьев погубят. Мы уже не будем. Сразу скажу. Дурь несусветная. Я вам приводил пример на... То есть, груши сварок, которые растет вот так. И большинство груш растет вот так. Если они еще некоторые растут вот так, только потому что на прививку... Это не с семечкой выросло, а на прививку бралась боковая ветка с боковой почки. Поэтому она может расти вот так, как угодно. И все равно, кстати, стремится к этому. Конечно, в итоге в небо. Вот так получается. Все вот эти попытки переделать деревья, особенно груши. Дурь несусветная. Я уже все это пропускаю. Вот это. Вот это какой-то идиот. Эту схему давным-давно, лет сто назад, придумал, видя, что вот это вроде плодносия-то нет. Хорошо. А много он видел в своей жизни. Он видел такое, что как они отклоняя, не отклоняя, будет вертикально. Срежешь вертикально, опять будут вертикально. Опять срежешь эти побеги, которые почему-то ненавидят. Они опять вырастут. Изменишь положение ветки, тогда они пойдут горизонтальные. Смотрите. Это просто мои учебные фотографии. Даже комментировать не хочу. И кто в нас учил вот этому, в том числе, это Кербок Кербок, Калечу Недерево, кандидат Сельхознаук. Вот нахрена тебе эту статью было писать-то? Ты хоть представляешь, что ты натворил? Кербок, удаление полоски коры с захватом части древесины. С захватом части древесины. Это значит, перерез не только кору снять, не только камби, а и древесину еще. При удалении коры над почкой усиливается рост побега. При удалении под почкой рост ослабляется. Какой ценой? Кореку вырастет. На молодых деревьях. А тут что? При росте прищипывает. Запомните, спорный прием, прищипывать за 2-3 недели, докачать, спорный. Никогда этого не делайте. Это та же обрезка. Стоит прищипнуть, вместо ожидаемой зимы, вот сегодня на наших глазах, я фильм снимал, а этот самый Чернобаев, значит, уже когда я подъехал, у него вот так лежали, прикопанные, он уже закидывал этим лапником. Вот. Лапником, не землей, чтобы они сгнили, а лапником. Так вот, вот эти прикопанные. Понимаете? Но мы уже точно знаем, что через средневную зиму начинается. Все. Стабильный минус. Поэтому самый последний момент. Как тут угадать, когда особенно Европа? Стоит только прищипнуть и вдруг раз вместо зимы опять лета. Дожди 10, 15, может и 20, это может быть сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь в Европе, в России может быть. Сколько таких примеров? Лучше меня знаете, европейцы. И все. И тогда, из-за того, что прищипнуто, просыпаются почки, которым положено было все до весны спать, и дерево, пока они спят, оно не боится мороза. Нет, они просыпаются как раз в это время, когда вы прищипнули. Ну, хорошо, если завтра мороз. Ну, где вы можете такой мороз гарантировать? Разве можно такой опасный прием? В один год проскочили, другой год раз, и дерева нет. А потом, 30 градусов, и дерево погибло. Я тут много чего наговорил, мне уже, это, опять давление начинает скакать. Я еще тут часть, это, убрал, потому что тут было несколько слов, таких слов, что Михеев бы, даже покрасил бы, хоть он и мужик, кандидат в сельхознаук. Да забудь ты про это раз навсегда, кандидат. Вот это вот. И других не учи, и сам так не делай. Ведь не будет никогда у нас садов из-за этого. Так, поехали. Постулат Железова, когда-то в школьных учебниках будет. Изменение ориентации веток плодовых деревьев, нарушение их генетики. Миллионы летнего опыта. Миллионы лет, вот так вот росли яблони, вот так вот росли груши. Они разошлись, это было одно дерево, а потом одно стало грушами, другое стало яблониами. Одно научилось давать корневые отводки, потому что там до воды 2-3 метра, или даже метр, чтобы не погибнуть. А другие никогда тут расти не будут, потому что они миллионы лет росли, где до воды 5-10-20 метров. Отсюда стержневой корень. А потом, вспомните, я вам показывал эту статью. Один раз уничтожить центральный корень, а потом еще отрастет, опять выкопает, еще раз отрезан. И ведь это на полном серьезе. И это наука считается. Вот именно это, меня когда высмеивали, какой я хрен генетик. Вот генетика, это миллионный летний опыт. Вот уже сложилось вот такое, оно такое и есть. И какие они хрен генетики? Я вам сейчас кое-что скажу. Вот смотрите, вот пусть бы этот генетик, вот тот Михеев. Ну-ка, давай-ка, вот это дерево мое, с моего сада. Вот оно, нарядная фима. Сейчас я ее поменьше сделаю, чтобы целиком видно было. Чтобы было видно целиком. Вот так, например. Ну, давай, поехали. Ну, все, что там, обрезка, кербовка, как там еще было, кольцевание. Давай, работай. Еще один пример. Приведу. Да, много плохого. Я не виноват, это набит весь интернет этим. Путь него ничего не вижу. Человек берет, очень умный вид у него, очень умный. Взял нож, и давай искать причину, почему погибает у него дерево. Ну, мы с вами нормальные люди, мы что видим? Вы согласны? Я сразу, я не буду, так сказать, с умным видом устраивать эти самые. Итак, если вот это вот почка и прививка, если вот это, это да, это прививка почки, окулировка, естественно, что это дерево закопано выше корней намного, выше корневой шейки. Согласны? Ну, что тут говорится, закопано по прививку, так нет? Оно уже начинает где-то помаленьку гнить, догнивает этого места. Почему? Подвой гниет, сто процентов. Дальше, если здесь появились корешки, то это уже вторичные, вот они. Здесь вечная сырость, помогает догнивать. здесь биологическая несовместимость. Паревой жив, подвой вздыхает. Но я вас поставил в такие условия. Смотрим сюда. А написано, знаете как? Погибает груша, ищем причину. Запомните, груша ненавидит сырость, я даже поливать опасно, так же, как абрикос. И вот ищет причину, ищет, ищет. Видите? Вот эта часть сгнила по двое, вот. Это уже данность. Все. Ну, теперь разводи руками. А знать правду, ему не дано. Зато вот такое, вот таким умным видом все это делается. Вот эта девушка, вот замечательная девушка, смотрели одно удовольствие. Лучше приема где-нибудь на подиуме, там, это мы в купальнике. Но в саду тебе делать нечего. Тебе тоже, вот смотри, 27 тысяч подпит. Я всегда поражаюсь вот этому. Сколько наивных людей вы себе заманили. Обрезаем черешу, чтобы я и урожай ели вы, а не птицы. Она берет секатор, и когда я смотрю, ну, ну, за его спиной черешня, да? Ну, дерево как дерево. Она мне отсюда подозрителем кажется. И только что, но так не сделано, чтобы можно было по-настоящему рассмотреть. Видите? Она вообще какая-то странная. Вот я вижу где-то уже среди свежей обрезки, не замазано. Вот она вообще уже, ну, ладно. и вот ей нужно было опять снять фильм. Обязательно. Ну, как же так? Как же не снять? И смотрите, что она делает. Внимание. Я пытался понять эту черешню. Видите? Однолетний побег, который ей совершенно не понравился. Вот ей не нужен однолетний побег. Вот не нужен и все. Вот логика, я еще понимаю, это может, она блондинка. Да нет, у меня Елена Александровича тоже блондинка, но я у меня не встречал. Но сидела не в свете волос. Давайте смотреть дальше. Так. Ну, вот смотрим сюда. Так. Вот здесь вот она тоже непонятно, чем она руководствовалась, зачем отрезала. Я пробовал понять, вот смотрите, вот секатор торчит. Вот эту ветку сейчас отрежут. Зачем отрезает это самое? Что это, в чем ветка-то виновата? В чем дерево виновата? А вот она отрезает вот эту ветку, которая, наверное, она уже плодовая ветка, смотрите. Зачем она ее отрезает? Что здесь? Густота, еще что-то. Вот я вижу, вот тут отрезан. Смотрите, видите, тут отрезан. Вот. Это все осветление. Вот она еще одно отрезает. Почему отрезать так? Что здесь будут страшные раны, и вот сюда сок уже будет идти-идти, пока не замерзнет, потому что вот здесь вот рана. Никогда нельзя на этих развилках резать. Вообще нельзя. Думайте, все режет, 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 режет. Наконец, она делает вот эту рану. Вот тут уже штамп. Вот сюда пойдет мороз, он уже штамп пойдет. А скажите, к чем? Я вот смотрел, да, я специально взял вот так, потом вернулся, сделал фотографию до ножовки. Зачем? И вы думаете, как? А ей же нужно, чтобы фильм целый получился. Вот. Уже резать нечего, и что вы думаете? Смотрите, десеккатор. Теперь она все отрезает ветку. И вот я написал, новая эра, когда придет, черешья неприкосновенно, как хрустальная ваза, черешня, это граница, это юг России, не где-то там под Москвой, несколько черешин. В Сибири единственная черешня только у этого, у покойного Боддера в саду. Даже мои несколько черешней я не считаю за сад. Это и все. Нет, черешню вам будут продавать, я вам потом покажу. Черешню будут продавать питомники, умские, да, в саду нет, а черешню продают. Вот этот феномен, который я называю кролика из шляпы, любой дурак может, научиться, не дурак, но любой может научиться фокусу, когда кролик живой, я правда не смог бы, достается из шляпы. А вот как из кролика шляпу извлечь? И вот они это делают, вы понимаете? Они это делают, уничтожая последнюю надежду на все.